Девочки, всем привет! Девочки, всем привет! Давно не виделись? Ну вот так, девчонки. Я теперь записываю ежедневное видео. Сегодня мы с вами будем кушать. Это мой обед. Девочки, я сделала максимально столовское такое настроение. Все приготовила сама, естественно. Сейчас добавлю сметанки. И будем пробовать. Больше сметаны, девочки, это нечто. Это просто я в восторге. Я очень голодная. Ну-ка, теплый. Да, прекрасно. Девочки, смотрите. Сало, лучок. У меня еще есть чесночок. Не знаю, будем его или не будем. Посмотрим. Голодная страшно. Просто. У нас сто лет не было такого видео. Поэтому давайте, девочки, начинать. Пробуем. Я голодная. Знаете, сегодня думала роллы, не роллы, что-то заказывать. И поняла, что я хочу вот такого вот вайба обычной, такой еды нашей. Нашей. Кто любит борщ? Я в детстве борщ ненавидела. Сейчас я люблю борщ. Знаете, такой родной вкус. Это вам не том ям. Когда я была маленькая, у нас в доме все время стояла кастрюля борща. И я его поэтому не очень любила. Но сейчас, когда больше можно есть не каждый день, я его обожаю. Вчера, долго не могла заснуть, лежала и думала, почему меня так задевает. Обратная связь. Ну, какая-то, знаете, с ноткой негатива. Когда мне говорят, Кать, ну вот не очень, да, там не очень интересное видео. Или там ты что-то не очень сказала. Почему мне это задевает? То же самое, кстати говоря, и относительно Арины. Когда мне кто-то делает замечание. Какое-то, ну, вот, правовоспитание. Вот что-то такое. Меня это тоже немного обижает. Почему? Стала я читать, изучать. Оказывается, не только меня. Это обижает, задевает, когда мне делают замечания. Оказывается, всем людям, все люди про себя думают немного лучше, чем они есть на самом деле. То есть, мы негатив не воспринимаем, потому что мы сами про себя думаем, да я лучше всех. Проводилось такое исследование. Прашивали людей. И каждый из опрошенных считал себя лучше, умнее и выше среднего. Что был вопрос, к какой категории вы себя отнесете. Там, среднячок, ниже среднего, выше среднего. И все себя относили, большая часть людей выше среднего. Ну, вы понимаете, что по статистике мы не можем быть все выше среднего. Давайте коротлетку. Кстати, коротлетку я тоже люблю со сметаной. Прям сметана это тоже что-то из детства. Так, вот столько, девчонки, кладу. Мы не можем быть все выше среднего. Потому что, а кто тогда будет ниже среднего, правильно? Вот, Чарли, отстань. Мне Чарли надоело, ребят. Он настолько сходит с ума по еде. После кастрации он стал сумасшедшим по еде. Прям ух. Так вот. И все считают, что они выше среднего. И я, наверное, тоже так считаю, что я выше среднего. И когда мне делаются какие-то комментарии, замечания, я тоже расстраиваюсь. Думая о том, что мое самолюбие задето, я в уязвимом положении. Так, пробуем этот винегретик. Да как все же воспринимать критику так, чтобы она не ранила, а наоборот помогала становиться лучше? Вот я вчера выслушала критическое замечание в свой адрес. Допустим. Конечно же, первая моя реакция это обида. Мне обидно, что мне так сказали, что меня не похвалили. Но я вам, ребят, сразу скажу, что есть даже правило, когда ты ешь обратную связь, нужно сначала говорить хорошие моменты, а уже потом какой-то легкий... Например, там у тебя все прекрасно получается, мне очень нравится твоя работа. Но есть некоторые моменты, которые могли бы быть лучше. Но многие люди не умеют правильно давать обратную связь, говорят прямо. И вот я подумала, ну как бы какой конструктив на это обижаться? В принципе, никакого. Потому что человек высказал свое мнение, он имеет на это право, и ты можешь стать лучше, учесть какие-то замечания, просто стать выше. Но, ребят, это не о том, чтобы полностью, знаете, подстраиваться, подгружающих, слушать все мнения. Нет. Если вы действительно чувствуете, что да, в этом есть зерно истины, то лучше стараться меняться. Это тоже достаточно сложно, потому что самолюбие-то задето. Оливье, ребят, формат это, знаете, какой столичный. Но мне кажется, что здесь и колбаса, и я очень люблю оливье с мясом. Не только с колбасой, а чтобы была говядина. Курица тут, по-моему, смесь мяса. Таким образом, я лично для себя, ну, я переступила через эту обиду. Я вообще очень тяжело отношусь к критике. Ну, я как-то сделала выводы, и все, собственно, пошла дальше. Поэтому скажите, как у вас, умеете ли вы слушать критику в свой адрес. Ну, опять же, критика должна быть конструктивная. что ты могла бы сделать лучше. Моменты, на которые эта критика направлена. Ну, сложно, сложно. Также мне, знаете, сложно с непрошенными советами. когда люди дают советы. Ну, и вот, кстати, материнство открывает вот эту, знаете, сторону непрошенных советов. Их огромное количество. Начиная там пеленать, не пеленать. Вот сразу, да, спать вместе, спать раздельно, кормить, не кормить. Ну, по часам или по требованию. Вот, куча нюансов, которые, в принципе, нет правильного решения, и только мама и ребенок находят для себя единственное верное для них правильное решение. Но каждый ведь хочет помочь. У каждого есть свой опыт, который он трансформирует сразу же, да, там, на нас, и начинает давать света. И вот сложно это выносить мне оказалось. Потому что мне, как бы, часто, знаете, не столько в тягость какое-то материнство, еще что-то, а вот это давление со стороны общества, с советами, рекомендациями. Мне очень повезло с педиатром. У нас прекрасный педиатр, который абсолютно адекватный. Я прямо у нее спрашиваю, говорю, вот это нормально, я правильно делаю? Она говорит, ты делаешь все абсолютно правильно. Никого не слушай, делай так, как хочется тебе, как твоя интуиция тебе говорит. Это максимально правильно и не нужно делать так, как вам говорят все вокруг. Ну вот, это что касается материнства. И все начинают советовать. И бабушки, и прабабушки. Все. И подружки, у которых дети. Короче, все, все, все. И мне очень понравилась такая история, что есть ты ребенок в центре ядра, где-то рядом папа, это вот что касается первых месяцев, первого года жизни. Ты ребенок, связка, рядом папа, рядом педиатр, потом уже идут родственники. то есть ты сначала советуешься с мужем, с педиатром, и уже в последнюю очередь обращаешь внимание на советы всех родственников вокруг, потому что советов будет много, это правда тяжело. Мне это тяжело. Это вот к теме, вообще к советам, к оценке, которая нас сопровождает постоянно. чарлик. Ну, в общем, для себя я сделала вывод такой, что если мне какой-то совет, какая-то критика в мой адрес откликается, то есть, понимаете, я понимаю, что эго мое задето, но разумом я понимаю, что да, это так, то я стараюсь меняться. Если же, если уж советы меня только вызывают отторжение, раздражение, этот совет идет лесом. Так что тоже не надо все советы, все рекомендации слушать. Но вот эта вот конструкция, что ты муж, ребенок, ты ребенок, муж, врач, а потом уже все остальные, мне кажется, это максимально правильно, потому что, знаете, каждый воспитывал детей в разное время, и что было там актуально 10 лет назад, сейчас мир уже изменился сильно, не говоря уже там 30-40 лет назад, что было актуально. Вот так вот. я еще не выставила до сих пор свои кроссовки. Свои, ребят, нет кроссовки, я не выставила в телеграм. Сегодня просто нет времени, на самом деле, я уже хочу их вот не лежать в коробке. Думаю, надо снять, надо снять, просто нет времени. Цел день с Ариной, сейчас гуляли, пришла, все это навела. Пока она спит, хочу снять. Сегодня у нас с вами здоровая еда. Относительно, она, кстати, здоровая. Что такое, да, здоровая еда? Тоже, это РПП уже, головной мозг. В принципе, здоровая. Все можно, все в миру. Вся еда хорошая, мы не делим еду на хорошую и плохую, вы уже все это знаете, да, уже прокачались. Кстати, девочки, мама, для вас это будет актуально. Сейчас в запрещенных соцсетях идет такая тема, что ребенку надо вводить аллергены до года. Как бы давать арахис, там, короче, орехи давать, красную рыбу, вот все-все аллергены. И тут я спросила, вот недавно была у нас в пятиатре, я у нее уточнила этот вопрос. Я говорю, это хайп, что надо орехи давать ребенку маленькому до года? Она говорит, хайп, что, мол, не надо, что, да, были некоторые исследования, но если вы спокойно едите арахис и орехи, навряд ли, очень навряд ли. Точнее, даже она сказала, мне практически невозможно, чтобы у вашего ребенка была аллергия на орехи. Потому что, если вы кушаете, через молоко все равно что-то поступает. И, ну, как бы, навряд ли. Но я тут, знаете, не уточнила, через молоко поступает, либо это генетическая история. Ну, как я поняла, если заешь орехи, то ничего страшного. Тоже для меня было, знаете, некое такое открытие, она говорит, что важно в первый год жизни, ну, просто, чтобы клетчатку, кишечник научился переваривать, чтобы вот это все настроило работу. Это самое важное. Также про витамин D она мне говорила, тоже, знаете, идет хайп такой, что аквадатрим не очень, а вот вегантол, очень. Я вот в жизни у педиатров спрашивала этот вопрос. Есть ли разница? Мне все говорят, нет, нет никакой разницы. В общем, врачи в интернете, которые популярны, как СМИ, они иногда, знаете, накручивают какую-то тему искусственно, чтобы, знаешь, было о чем поговорить, была какая-то горячая такая тема, что, о, давать орехи до года. Мне педиатр сказал, господи, если хотите, давайте. Говорит, но в этом нет необходимости. В общем, люблю ее. Наши эпидиатра. Хотелось не дубайский шоколад. Ребят, такая проблема. его невозможно заказать на доставку или, возможно, за какие-то космические общие деньги. Короче, надо ехать за ним. на выходных поеду. Или когда пойдем гулять. Смотрю вчерашнее видео. Сегодня обрабатывала. я все видео там, у меня на губе соус. Вот я все время так, какой-то кринж, понимаете, я когда смотрю, и я потом, когда обрабатывала, думаю, да вытри ты этот соус, вытри. Нет, я вот так что-то делала и по итогу с губой на соусе снималась. Сегодня слежу. У меня здесь зеркало, чтобы не себе видеть. Это ужасно. Ну, представьте. Вы, наверное, видели, да, это видео? Посмотрите, если не видели. Я там с соусом на губе. Вы, наверное, думаете, что не ест пирожку. Ребят, я ем. обед нашего детства. Картошечка с пюрешкой, борщ, салатик. Я тут натыкалась на видосы, знаете, этих женщин, которые поварихи, ну, там, сейчас часто поварихи из детского садика ведут свои соцсети, и можно зайти посмотреть, как они там какао наливают, пюрешку делают, горбушу запеченную накладывают. Прям так тепло. Видела, знаете, какой видос, типа, где мама, где дочка маме из школы приносит котлету. И говорит, мамочка, я не съела котлетку, я ее принесла тебе, ты же любишь школьные котлеты. Это чисто моя Арина будет. Я очень люблю, кстати, школьную деду, я люблю столовскую ест. Ну, короче, я люблю. Но это наш ДНК, как ты можешь не любить. Надеюсь, на этом видео будет много просмотров. Так что, ребят, если вас задевает критика, знаете, вы не один такой. Особенно, когда ты что-то делаешь, что-то создаешь, и кто-то приходит и говорит, ну, вот что-то как-то так себе. Ну, знаете, вот эта критика не подходит. А если человек говорит, что тут-тут-тут можно было бы улучшить, и ты смотришь со стороны в целом на картину и думаешь, в принципе, да, ты прав. Как бы мне не было это обидно, но здесь я могла бы быть действительно лучше. И прийти к этой мысли это тоже надо, знаете, уметь. поэтому, девчонки, не расстраивайтесь, я с вами. Когда-нибудь мы с вами точно станем идеальными. Чарли. Блин, Чарли просто надоел. Я его кормлю. При том, что мы же, когда отвозили его за водчице, она сказала, что он растолстел. Я ему уменьшила порции. И теперь он просто не может. Он все время голодный. И корм я ему поменяла, который она посоветовала. Он менее жирный. В общем, он голодный. У него, видимо, гормоны, и он не наедается как нужно. А когда он как нужно наедается, ребята, он толстеет, он становится просто... она, знаете, что сказала? У вас Чарли как поросенок на тонких лапках. Типа, это не надо, он такой не должен быть, это очень опасно для его здоровья. Что у этих собак в генетике они должны быть стройными, такими, знаете, как гончи. Мне кажется, я уже вам рассказываю. О, девчонки, сейчас вот это я выложила, сфоткала, короче, вот это все выложу вам тоже в Телеграм. Поэтому подписывайтесь, чтобы видеть все, как это выглядит вот с этой стороны, что вижу я. вы-то все видите красивое. Все я для вас тут поставила. Вот так. Ребята, ну вот, знаете, что я вам скажу? Признаюсь, что я люблю делать вот так. наелась мы, дорогие. Спасибо вам большое, что зашли на огонек. Ставьте лайки, подписывайтесь. Вы мне, кстати, в основном хорошие все комментарии пишите. за что я вас люблю. Буду становиться лучше и расти вместе с вами. Ну что, до новых встреч. Давайте котлетку доедем. И, как всегда, знаете, я под конец набрасываюсь. вкусно. Давайте дадим чарику кусочек хлеба. На. Ты мой бедненький. Надо чарику завести подружку. Мечтаю. Если я буду жить в отдельном доме, не в квартире, я обязательно ему заведу подружку. Пока нет. Ну что, всем пока. Целую, обнимаю, подписывайтесь, все контакты в описании. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok